Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня заглавный вопрос исполнения федеральных целевых программ и адресной инвестиционной программы в прошлом году. Речь идет о строительстве и реконструкции транспортной, энергетической и социальной инфраструктур, об инвестициях в регионы, в развитие ключевых отраслей промышленности, сельского хозяйства, о строительстве доступного жилья, модернизации образования и здравоохранения всей социальной сферы. Все это стратегически важные для нас проекты, и от того, как они выполняются, зависит и общее состояние экономики, и благополучие каждого человека. Объем финансирования федеральных целевых программ в прошлом году составил почти 900 миллиардов рублей. Федеральной адресной инвестиционной программы без учета гособоронзаказа около 600 миллиардов рублей. Понятно, что использование таких средств, а это полтора триллиона, должно быть под постоянным контролем, особенно сейчас, когда мы вынуждены пересматривать наши бюджетные расходы. Причем делаем мы это практически по всем направлениям, исключая только социальные обязательства. Такая работа затрагивает и федеральные целевые программы, и адресную программу. Все они должны быть приведены в соответствие с обновленным федеральным бюджетом. Проект бюджета мы с вами на прошлом заседании правительства обсудили. На следующей неделе, в самом начале, он будет внесен в Государственную Думу. Обращаюсь поэтому ко всем, кто занимается корректировкой программ, нужно провести ее максимально оперативно, и при этом, естественно, очень внимательно. Все ведомства и аппарат правительства должны обеспечить своевременное представление документов. Конечно, при анализе программ необходимо учитывать результаты их исполнения в прошлом году, на что нужно обратить особое внимание. Если говорить о достижении целевых показателей программ, то ситуация по отношению к 2013 году несколько лучше стала. По ряду программ удалось достичь стопроцентного софинансирования из региональных и местных бюджетов и других источников. В то же время, если говорить о выполнении программ в целом, по информации именно эконом-развития, только по 27 программам работа государственных заказчиков, то есть профильных министерств и ведомств, может быть оценена как высокоэффективной или выше среднего уровня. По двум программам результаты вообще признаны неудовлетворительными. Госзаказчикам этих программ, это Роскосмос и Минтранс, нужно сделать соответствующие выводы и в самые короткие сроки ситуацию исправить. Теперь по выполнению федеральной адресной инвестиционной программы. На начало года в эксплуатацию введено только около половины запланированных объектов. Это существенно меньше, чем в 2013 году. Конечно, были объективные причины, но списать все на колебания валютного курса, на другие обстоятельства было бы неправильным. Необходимо тщательно по каждой программе, по каждому объекту проанализировать, как расходуются деньги, насколько эффективно работает система конкурсного отбора исполнителей по госконтрактам. Хотел бы сегодня услышать предложение на сей счет от Министерства. Подробнее доложит министр экономического развития. Мы с вами понимаем, что в сложившихся экономических условиях мы должны поддерживать людей, особенно тех, кому сейчас трудно. Это касается в том числе семей с двумя и более детьми. Наша задача – смягчить для них последствия роста цен, не допустить ощутимого сокращения семейного бюджета. Поэтому сегодня мы с вами рассматриваем законопроект о предоставлении единовременной выплаты за счет материнского капитала. В правительственном плане первоочередных мероприятий мы предусмотрели возможность в текущем году выплатить таким семьям по 20 тысяч рублей. Для их получения людям нужно будет обратиться с соответствующим заявлением. Закон будет действовать до 1 мая следующего года. И им смогут воспользоваться те, у кого есть право на материнский капитал. Включая тех, кто уже частично его израсходовал на улучшение жилищных условий, на образование или на формирование пенсии. Эти деньги смогут получить и те семьи, в которых второй или последующий ребенок родится до конца этого года. Ну и мы сегодня целый ряд субсидий распределим и по линии спорта, и по сельскому хозяйству, в отношении развития крестьянских и фермерских хозяйств. Так что давайте приступим к обсуждению первого вопроса. Алексей Валентинович, пожалуйста, вам слово.